Площадкой проведения 21-го фестиваля Братина выступили сразу два города – Дмитров и Яхрома. Первый 5 октября встречал представителей 46 телекомпаний-участниц. Программа фестиваля была не просто насыщенная, скорее перенасыщенная – встречами, мастер-классами, конкурсами и, конечно же, развлечениями. С них и начали. Обзорная экскурсия по городу познакомила гостей с центром Дмитрова. Оттуда после прогулки на свежем воздухе участники отправились к самому памятному месту города – Перемиловской высоте. Самые смелые этот путь проделали на мотоциклах и грузовиках времен Великой Отечественной войны. На сегодняшний день у нас будет 4 мотоцикла. Сейчас у нас 3, еще 4-й подъедет. Данная модель – это мотоцикл М-72, на котором воевали наши деды, прадеды. Это мотоцикл, который прошел всю войну. Следующий мотоцикл, который у нас представлен – это послевоенная модель. Мотоцикл называется МВ-750. В 2008 году согласно указу президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, Дмитров удостоен статуса города воинской славы. Здесь в конце 1941 года шли кровопролитные бои. Для того, чтобы оценить важность этого рубежа, здесь стоит побывать и увидеть крутые склоны над каналом имени Москвы воочию. После экскурсии делегация участников направилась в Дом культуры Яхрома, который стал местом работы для конкурсантов на ближайшие дни. Здесь же состоялось торжественное открытие фестиваля. Анастасия Звягина, руководитель главного управления по информационной политике Московской области, обратилась к гостям и организаторам с приветственным словом. Братина для нас очень знаковый, важный фестиваль. В нем с каждым годом принимают все большее количество участников. Мы все знаем прекрасно, что он как фестиваль муниципальных телекомпаний. Сейчас он уже фестиваль международный. Сегодня принимает участие 12 стран. Поэтому, кто стоит на месте, тот не развивается. Чтобы быть первыми, приходится бежать. 6 и 7 октября стали основными рабочими днями. За это время состоялись традиционные состязания фестиваля Братина. В том числе конкурс журналистского мастерства «Репортаж с колес». Нашу телекомпанию представляли Юлия Федориненко и оператор Денис Корнев. Они справились с поставленной задачей, наш сюжет был оценен на высоком уровне. Судейство фестиваля тем временем занималось просмотром представленных на конкурс работ. Все, конечно же, ждали момента истины. Оглашение результатов 21-го фестиваля Братина. Начались номинации «Моя Россия». И первое место досталось нашей телекомпании за фильм «Я, Петрушка», автором которого выступила моя коллега Надежда Трифонова. Куклы деревянные, липовые, резанные. Самый обаятельный, самый обжарной, самый хулиганский персонаж. Это был на этом фестивале. Петрушка. Очень счастлива и благодарна, что в нашем городском окно-медичном, на нашей медичной земле, живут такие замечательные люди, которые нам дают такие замечательные идеи для прекрасных репортажей, материалов, сюжетов и вот таких фильмов. Спасибо всем. И вторая номинация «Милосердие» для первого Мутищенского стала счастливой. Второе место завоевала работа Дарьи Ильинской. Второе место в этой номинации завоевал телеканал «Первый Мутищенский», город Мутищи, за фильм «Домашний зоопарк». Очень рад новым победителям. Очень рад за Мутищенский первый канал. Потому что в этом канале очень хорошие профессиональные журналисты работают, операторы и режиссеры. Но мне кажется, что самое главное даже не в профессионализме, а в том, что они любят свой город, свой район, искренне относятся к людям, живущим рядом с ними, и любят людей вообще. Для журналистов это очень важно. Гран-при 21-го фестиваля «Братина» завоевали журналисты независимого телевидения Севастополя. В этом году в конкурс было внесено множество новшеств. Телевидение не стоит на месте, и фестивалю также необходимо расти и развиваться. Сейчас, можно сказать уверенно, 22-я «Братина» обязательно состоится. И еще сильнее, по словам организаторов, удивит его участников. Самое время начать подготовку. И, можно не сомневаться, коллектив Первого Мутищенского примет участие в следующем году. А пока, уважаемые мытищенцы, примите наши поздравления, ведь это и ваша победа. Именно вы, являясь героями наших фильмов и репортажей, дарите нам это победное вдохновение. Мы очень довольны тем, что откликнулось много народу, много наших коллег в этом году. В два раза почти больше, чем в юбилейную даже «Братину», чему мы очень удивлены и очень этому, конечно же, рады. Это все говорит о том, что мы на верном пути, что общественное движение «Братины» не убывает, а пребывает. И мы идем в том самом направлении верной дорогой, как говорится. Анна Раченкова, Юлия Федориненко, Денис Корнев. Информационная программа «День». «День».